Женщину года на нефтеперерабатывающем выбирают уже 8 лет подряд. Каждый год определяют лучших сразу в нескольких номинациях. Женщина-мать, женщина и спорт, деловая женщина, женщина-общественный деятель и женщина и творчество. Чтобы одержать победу в одной из номинаций, нужно проявить себя. Конкурс наш проводится уже восьмой раз. Каждый год мы чествуем наших номинаток победительность в пяти номинациях. Это деловая женщина, женщина-общественный деятель, женщина-мать, женщина и творчество, женщина и спорт. Это женщины с активной жизненной позицией, которые находят время для дома, для воспитания детей, для того, чтобы проявлять себя на работе. Являются, по большому счету, украшением и гордостью нашего завода. Подведение итогов конкурса организовали во Дворце культуры нефтепереработчиков. В уютном зале собрались друзья, коллеги, близкие люди. Прежде чем перейти к награждению, еще одно испытание для победительниц. На несколько минут они стали игроками интеллектуальной игры. Правда, не обошлось и без скандала. Точнее, без женщины-скандала. Лидерство в этой номинации не первый год удерживает корреспондент заводской газеты Наталья Шереш. Конечно, все это юмор, но Наталья мастер разряжать обстановку. Можно сказать, она расширила список номинаций. Теперь уже за столом сидело шесть совершенно разных женщин. Разный возраст, интерес и характер. Но объединяет их одно – активность и стремление к совершенству в том деле, которым они занимаются. Марина Ярыш второй год является председателем цехового комитета ремонтно-механического производства. Главная задача, которую поставила перед собой – сплотить коллектив. За этот год постаралась выполнить по максимуму – это сплотить коллектив, организовать культмассовые мероприятия, чтобы и побольше участия не только работников, а и семей, чтобы детки участвовали, чтобы принимали участие все, сдружить. Вот моя основная была задача на этот год. На сегодняшний момент я вижу, что мне получилось. Мне получилось. Люди начали тянуться не только ко мне, но общение между собой более на положительном каком-то уровне. Я считаю, что мне чуть-чуть удалось это сдвинуть. Людмила Краева работает на заводе 28 лет. В этом году у нее победа в номинации «Женщина и творчество». Я советский ребенок, а в нашем советском детстве у нас девочки всегда чем-нибудь занимались. Вязали, шили, рукоделие было. Но в один прекрасный момент, когда на просторах интернета попался просто видеоролик. И меня это очень заинтересовало, потому что получаются и тактильно очень приятные вещи, и сама техника заинтересовала. И поэтому зацепило меня, поэтому мне это нравится, я этим стараюсь заниматься. Номинировали, наверное, потому что людям нравится то, что я делаю. Я в свободное время люблю рисовать и расписываю точные росписи, всякие кожаные изделия, бутылки, сувениры. Женщинам под силу многое, даже тем, которые с виду кажутся хрупкими. Галина Баранова в копилку своих многочисленных спортивных побед добавила еще и победу в номинации «Женщина и спорт». Двукратная чемпионка Республики Беларусь по длинному циклу. Ну вот и недавно мы приехали, были у нас по Гомельской области соревнований, тоже заняла первое место. Очень люблю активный образ жизни, люблю спорт. Сейчас на данный момент посвящаю себя полностью гиревому виду спорта. Вот тренер мой, дорожка Сергей Александрович. В номинации «Деловая женщина» победила Александра Кутаманова. Звание «Женщина-мать» у Валентины Кись, нефтеперерабочицы, активистки и просто красавицы. Женщин года осыпали комплиментами, посвящали им песни и благодарили. В напоминании о победе символические статуэтки, а еще живые цветы. Ну и, конечно, в памяти еще долго будут звучать нескончаемые аплодисменты. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Музырь.